Утром к Самарскому дворцу спорта имени Владимира Высоцкого была стянута пожарная и спасательная техника. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в здании сработала пожарная сигнализация. Администрация приняла решение об экстренной эвакуации посетителей и персонала. В одном из помещений произошло загружение. На этот раз людям ничего не угрожало. В дворце спорта проводились показные пожарно-тактические учения Самарского гарнизона. По тактическому замыслу в результате короткого замыкания произошло возгорание на третьем этаже в помещении конференц-зала. Отработаны все необходимые задачи и поставленные цели личным составом пожарных подразделений, а также администрация объектов. По сценарию учений во дворце спорта находились 88 человек. Два из них покинуть здание самостоятельно не смогли. На помощь людям пришли подразделения газодымозащитной службы. Для эвакуации была развернута пожарная лестница. Обстановку с места на участке. Персонал Самарского дворца спорта тренировки по отработке действий в нештатных ситуациях проводят регулярно. Мы свои тренировки проводили не единожды. Объекты у нас все серьезные у государственного автономного учреждения. Стадион Самара-Арена, дворец спорта, тренировочные площадки. Сами понимаете количество людей, которые посещают наши объекты. И в первую очередь наша задача, чтобы коллектив знал и умел и понимал свои действия во время любых критических нештатных ситуаций. В учениях задействовали 80 человек личного состава и 19 единиц спецтехники. В случае возникновения реальной угрозы на объектах с массовым пребыванием людей, группировка будет развернута больше. Как отметили руководители учений, все поставленные задачи пожарные подразделения выполнили. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.